Фух, все-таки уроки физкультуры пошли мне на пользу. А где Дашка? Хорошая, хорошая собачка. На, вот, купи себе что-нибудь, корма или косточку там. Ваш заказ готов. Самое дорогое блюдо в нашем ресторане. О, и что это? Так красивенько все сделано. Может в школу на столовку? Ставь лайк и жми на красную кнопку. Это был четверг. Я вернулась из школы и приняла за уроки. Сделала математику. Английский. Почитала. Все, я свободна. Дашка, может хватит телефоне сидеть, уроки делай. Да успею, успею, времени еще уго-го. Да, Дашка меня, конечно, удивляет. Постоянно все на потом оставляет. А перед сном ныть начнет. Дай списать, дай списать. А я возьму и не дам, пусть сама все делает. Так как я с уроками закончила, я решила посмотреть видосики на YouTube. Да, по-моему, YouTube сошел с ума. Вот что это за видео? Какой кошмар. Что там? А давайте проверим, кто у нас тут самый крутой и первый поставит лайк. Раз, два, три. Вау, да ты крутой. Только посмотри, что на YouTube творится. Везде одно и то же. Богатая против бедной. Богатая против бедной в школе. Богатая против бедной в саду. Богатая против бедной на отдыхе. Кто это вообще смотрит? А что такое? Прикольные видео. Мне нравятся. Еще бы. Другого я от тебя и не ожидала. Ты что, реально думаешь, что деньги в жизни все решают? Нет, конечно не все. Почти все. Глупости все это. Вот знаний за деньги точно не купишь. А вот и купишь. А вот и нет. Спорим? Вот представь, я богатая школьница. Прихожу в школу на уроки, а домашку не сделала. Ну, нам домой что-то задавали. Ну, нам домой что-то задавали. Конечно, целых три упражнения. Да? Дай списать. С чего это вдруг? Самой надо было делать. Понимаешь, я вчера на свече была занята. Некогда мне было эту домашку делать. Ой, и чем же интересно, так ты была занята. Сначала я играла в Майнкрафт, потом в Роблокс, потом в Симс. А потом еще пару видео в лайк сняла. Сама понимаешь, тут уже не до уроков. Ну да, ну да, какие уж тут уроки. Столько дел важных переделала. Вот именно. Так что, дашь мне списать? Нет, конечно, я целый вечер училась, а ты играла. Не делала домашку, вот и двойку получаю. Ладно, подумаешь, без тебя обойдусь. Решу эту проблему сама. Мама, а нам еще стих выучить задавали. Думаю, что на крепкую пятерку я этот стих точно выучила. Вот так, и уроки не сделала, и двойку не получила. Ага, а дальше что? А что дальше? А дальше, когда ты вырастешь? Значит, вы хотите устроиться на работу в нашу фирму? Ну, не то чтобы хочу, но да, могу чуть-чуть поработать. Отлично. Значит, нужно ответить на несколько вопросов. На компьютере работать умеете? Пф, конечно, умею. Что вообще за вопросы? Ваш уровень владения компьютером по пятибалльной шкале? Один плохо владеете, пять отлично владеете. А, пять, конечно, отлично владею. Я владею программой Роблокс, программой Майнкрафт, программой Симс. Ой, сразу все не припомнили. Я много чем владею. Отлично. Мы вас берем. Правда? Да, у нас как раз уборщица уволилась. Для вас есть подходящее местечко. Завтра можете приступать. Как рада таких, как ты, работенка. А мне вообще работа не нужна. Я ж богатая. Ну да, ну да. Зато богатые школьники могут ходить в самые крутые рестораны. Не в школьную столовку, как некоторые. Чтобы пирожок с капустой купить. А в самые дорогие рестораны в городе. Вот я бы точно в рестораны обед ходила. Может и тебя бы с собой разочек взяла. Чтобы ты посмотрела, как богатые живут. Ну, как тебе? Ты, наверное, еще никогда в жизни не была в таком ресторане. Ну да, не была. А сейчас смотри и завидуй. Таких изысканных блюд ты больше никогда в жизни не попробуешь. Официант! Рада видеть вас в нашем ресторане. Что будете заказывать? Принесите мне самое дорогое блюдо, которое есть в ресторане. Заказ принят. А вы что хотите заказывать? Я пока подумаю, что заказать. Что, растерялась? Конечно, это же тебе не школьная столовка. Ты, наверное, себе никогда не могла позволить такого умопомрачительного блюда. Ваш заказ готов. Самое дорогое блюдо в нашем ресторане. О, и что это? Так красивенько все сделано. Это акулии мозги с соусом из граната. С кусочками маринованной улитки и жабьими лапками. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Или ты, может, все-таки попробуешь это умопомрачительное дорогое блюдо? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. мазки. Да ладно тебе, может оно и вправду вкусно. Я просто голодной не была. Да-да, когда я услышала, с чего это блюдо сделано, я тоже сразу кушать перехотела. Ну, и какие еще плюсы в богатой жизни? Да их куча, куча. Вот, например... Итак, дети, сегодня бежим 3 километра. Кто-то бежит первым, получит пятерку в четверти. На старт, внимание, марш! Я смогу, я смогу еще совсем немного. Ну, что такое, какие-то 3 километра. Спорт это хорошо, спорт это здоровье. Все, устала. И вообще, у меня от этого вашего пика прическа портится. Ну, и чего остановилась? Ты вообще еще ничего не пробежала. Собралась и побежала. А мне кажется, что я уже добежала. А вот это зря. Спорт это здоровье. А еще бег выносливость вырабатывает. Ну, уж без спорта я точно как-нибудь проживу. И вряд ли умение бегать мне в жизни пригодится. Ну, не знаю, не знаю. Погодка сегодня хорошая. Ну, лучше бы я на машине поехала. Да ладно тебе, вот похолодает, и будешь на своей машине ездить. А сейчас наслаждаюся последними теплыми денечками. Что это? Это собака. Бежим! Вроде оторвалась. Вот это скорость она даже собаку гнаться не может. Фу, все-таки уроки физкультуры пошли мне на пользу. А где Дашка? Хорошая урок. Хорошая собачка. На, вот купи себе что-нибудь корма или косточку там. Вот видишь, а ты говоришь, что бег в жизни не пригодится. Все равно. Я считаю, что богатой быть лучше. Да, Шенька, лучше быть нормальной. И не важно богатой ты или нет. И делать надо то, что ты должна. Если ты ученица и ходишь в школу, значит ты должна учиться. А если ты хорошая дочь, то ты должна помогать родителям. А если ты хорошая сестра, то должна дать мне списать домашку. Нет, я же хорошая сестра. И не хочу, чтобы когда ты вырастешь, какой-то там уборщицей работала. Так что, Дашенька, учись. Что горит? По-моему, пахнет чем-то горелым. Ставь лайк и жми на красную кнопку. И эта игра надоела. Во что тут еще можно поиграть? Даша, ты занята? Занята. Не видишь, что ли я в игры играю? Значит, не занята. Даша, вчера у меня был очень серьезный разговор с мамой. Сочувствую. А тебе? А теперь я сочувствую себе. Так вот, мама попросила, чтобы я тебя подтянула. Куда подтянула? Никуда, а в чем. Я должна научить тебя нормально читать. Зачем? Я и так нормально читаю. Отлично. Тогда что здесь написано? Я таки думала. Ты не умеешь читать. А нам, между прочим, в этом году в школу идти. Вот-вот. А в школе есть учителя. А учителя это такие люди, что всех учат. Вот в школе они меня и научат читать. Даша, я не хочу, чтобы когда мы пойдем в школу, меня тыкали пальцем, и что моя сестра толком не умеет читать. Вот я, например, уже нормально читаю. Это потому, что ты у нас гений. А я так, обычная девочка. Даш, я научу тебя читать. Ничего ты меня учить не будешь. Ладно, попробуем по-другому. Дашенька, уметь читать это очень важно. Вот, Даша, как ты можешь играть в игры, чтобы не прочитать ничего? Там же так много всего написано. А если ты умеешь читать, ты взяла, прочитала все и в курсе всех делов. Но я же как-то обхожусь без того, чтобы читать. И нормально, между прочим, себе играю. Даш, все люди умеют читать. И я буду уметь, когда в школу пойду. Когда-нибудь ты очень пожалеешь, что не умеешь читать. Не хочешь учиться? Не надо. Я так маме и скажу. Пойду прогуляюсь и посмотрю на нормальных людей, которые умеют читать. Надо сходи, посмотри. Чего она прицепилась? Читать, читать. Я и без этого нормально живу. И в игры играю. Даже если там что-то пишут, зачем это читать? Во что бы еще такое интересненькое поиграть? А вот это что-то новенькое. Запускаем. Приветствую тебя, игрок. Ого, она со мной разговаривает. Вот так, мэречка. В современных играх даже читать не надо. Игра сама с тобой разговаривает. Добро пожаловать в супер-современную игру «Пол – это лава в реальной жизни». Вы готовы сыграть? Конечно, готова. Выберите уровень сложностей «Легкий», «Средний», «Сложный» и «Супер-сложный». Ну вот, и читать ничего не надо. И так все понятно. Одна звездочка легкий, четыре звездочки «Супер-сложный» уровень. Конечно, я выбираю «Супер-сложный». Супер-сложный уровень для продвинутых игроков. Советую начать с уровня полегче. Да, я самый продвинутый из всех игроков. Говорю же, супер-сложный буду играть. Начинаем игру. «Супер-сложный» Ну, и что здесь надо делать? Лава на весь экран. Может, подождать нужно? «Супер-сложный» Что горит? По-моему, пахнет чем-то горелым. А это как? К этому я точно не была готова. Я, конечно, извиняюсь, но мы так не договаривались. Я вообще-то хотела в планшете играть, а у меня теперь полная комната горячей лавы. Супер-сложный уровень максимально близко соприкасается с реальной жизнью. Как-то он чересчур близко соприкасается с реальной жизнью. Что-то мне это не нравится. А это мне не нравится еще больше. Даш, я дома. Какая радость. Чем горел пахнет. дашь, это что такое? Где? ой, мама дорогая, откуда же это все? Даша, что здесь происходит? Почему у нас вся комната в лаве? Мэр, да я вообще не виновата. Это все игра называется пол это лава в реальной жизни. Кто же мог подумать, что это будет аж так реально? Я думаю, что все не так уж и страшно. Ну, как может показаться в первый взгляд? Это же все таки игра правильно. Значит, лава не настоящая игрушечная. Так что ты не бойся, можешь смело входить в комнату. Да, а почему ты сидишь и никуда не идешь? Лава у нас игрушечная. Так мне никуда и не надо. Вот и сижу себе здесь. Дашенька, через полчаса домой вернутся родители. Как ты думаешь, им понравится, что у нас дома лава? Понимаешь, Мэри, я не знаю, как это все убрать. Даш, если это игра, то возьми и выйди из нее. Нажми на кнопку завершить игру и все. Тогда все это должно исчезнуть. Точно, а как я сразу не догадалась? Надо просто выйти из игры. Сколько кнопочек, сколько буквок. Не, честно, когда надо было начинать игру, тут была только одна кнопка. А теперь вон их сколько. дашь, чего так долго, давай уже выходи скорее из игры. Выхожу, выхожу. Ну, на какой же кнопочке тут написано завершить игру. Даша, нажимаю, нажимаю. Хоть повыкатать, ходим повыкатать. не угадала. Только не волнуйся, я просто промахнулась. Какую, какую, какую? вот видишь, как все просто. Даша! Даша, просто возьми и прочитай, на какой кнопке написано выйти из игры. Это что так сложно? Тебе легко говорить. А тут целая куча всяких кнопочек. Попробуй угадай, какая правильная. А не надо угадывать, прочитать надо. А в чём же проблема? Вспомнила. Ты же у нас, Дашенька, читать не умеешь. Малечка, давай ты мне сейчас поможешь как-нибудь. А я сегодня же начну честно читать. Честно-честно! 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 Ну вот, ничего страшного не случилось, так? Что-то так почитать захотелось. Через час приду и проверю. Ну, и как успехи? Нормально, вот видишь, сижу, читаю Уже целых 10 страниц прочитала Ну и как, Дашенька, не сложно читать? Да нет, вообще не сложно И с каждой страницей все проще и проще Да, странно Вот мне бы точно было сложно читать книгу Вверх ногами А я-то думаю, почему я понять ничего не могу? Придется еще разочек перечитать Короче говоря, у меня пропал кот Наступило утро И первое, что я должна сделать с утра Это покормить кота Нет, не этого Шоколадка, моя любимая игрушка А нашего настоящего кота Точнее, кошку Элька, наша домашняя кошка С тех самых пор, как я пошла в школу и стала взрослой Сами понимаете, первый класс это уже взрослая жизнь Я решила взять на себя ответственность за нашу Эльку И даю теперь ей кушать по утрам именно я Решила заглянуть одним глазком в лайки Заглянула Сняла парочку видео И решила другим глазком заглянуть в инстаграм Сделала и выложила пару фоточек Вспомнила, что еще не умывалась и не расчесывалась Удалила видео с лайки и фотки с инстаграма И решила все-таки вставать Собралась в ванной умываться и чистить зубы Ван Рокки встретила папу Чай будешь? Попила с папой чайку Показала ему свое видео в лайки Хотела еще показать парочку интересных видео на ютуб Но он сказал, что ему некогда Тут пришло уведомление, что на моем любимом ютуб канале вышло новое видео Мэри, я ухожу, закрой за мной дверь, но я не выбежу Видео было просто класс Да-да, пап, обязательно Досмотрела видео Вспомнила, что папа просил закрыть дверь Пока закрывала дверь, увидела еще одно интересное видео Где-то через час я поняла, что что-то не так Было сильно и чувствовала, что я забыла что-то сделать И тут я вспомнила про Эльку Она же еще сегодня не завтракала Посмотрела на часы Пол третьего дня По-моему, завтрак наша кошка уже пропустила Ладно, значит нужно плотно пообедать Странно, но Элька не прибежала Может, она обиделась на меня и объявила голодовку? Хотя вряд ли Наверное, она просто не слышит, что я ее зову А в ответ тишина, Эльки нигде не было И тут я поняла У меня пропала кошка Как же это могло произойти? Как я? Вся такая ответственная могла потерять кошку Что я родителям скажу? И вообще, куда Элька могла деться? Не могла же она просто взять и испариться А ее нибудь воры украли? Какие воры? Обычные Пробрались ночью к нам в дом и украли нашу Эльку А зачем им наша Элька? Вот именно, чтобы еще взять нечего было К тому же вредная эта ваша Элька А где же она по-твоему? Ее НЛО украла Какое такое НЛО? А такое, летающая тарелка Тарелка? Первый раз слышу, чтобы тарелка летала Конечно, откуда же тебе такие вещи знать? Ты же простая чашка А я вот считаю, что оно и к лучшему В конце концов, у вас ведь я есть Зачем целых две кошки в доме? А я вот считаю, что нашей Эле просто внимания не хватало Никто с ней не играл Все вечно заняты Иногда даже покормить забывают Еще я перед всякими телевизорами не отчитывалась Хватит, и без вас разберусь Я должна что-то срочно придумать Скоро родители домой придут А Эльки нету Что я им скажу? И тут я поняла, что помочь мне могут только они Я решила идти в полицию А что, эта полиция всегда ищет, если что-то пропадает? Я в кино видела Я оделась Взяла зонтик Вдруг дождь И до собаки Взяла телефон Там есть фотография нашей Эльки Взяла пачку с кошачьим кормом Чтобы полиция поверила, что у меня действительно была кошка И Не, Элькин крошок я решила не брать И пошла в полицию И тут Мэр, а ты куда собралась? Ты опять дверь не сразу за мной закрыла? Все в телефоне в своем сидела, да? А Элька выбежала и целый день в коридоре просидела Короче говоря, у меня пропал кошка Взяла пачку с кошачьим кормом Чтобы полиция поверила, что у меня действительно была кошка Элька, ты же пропала Я пропал Я пропал Я люблю меня, маме Я люблю меня, маме Я люблю меня Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok